Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! С вами Татьяна Сидоренко и сегодня мы вместе с вами будем преображать мои руки. Мне кажется, видео с названиями «Мой позор» я могу выкладывать раз в три месяца точно. Здесь у меня был удар ногтевой пластиной, об этом я вам расскажу чуть позже. Сегодня будем работать материалами из магазина Esthetic Nails. Я вам покажу, что заказала для себя. Во-первых, взяла верхние формы, потому что будем делать сегодня наращивание. Также взяла свой любимый гель для размягчения кутикулы ног. Закончила свечечка от Smart, тоже заказала. База Uno Strong для крепления типс. Я поняла, что она идеальна. Естественно, Gratol Opal тоже уже закончился. Вообще, в магазине Esthetic Nails очень-очень большой выбор самых нужных товаров. И есть практически все торговые марки, самые известные, самые удобные. И сегодня, и завтра магазин празднует три года. Это очень классная дата. И самое-самое важное, это то, что магазин сделал скидки на огромное количество позиций до 60%. Ссылочку я оставлю обязательно в описании под видео. Переходите. Бренды Monomis, Wanky Stamping, Patrice Nail и многие другие с огромными скидками. Также подарки, подарок за каждую покупку. Естественно, можете поучаствовать в розыгрыше. И еще самое главное, я дарю вам промокод TANYA300. Все это пропишу, естественно, в инфобоксе, который дает вам еще дополнительную скидку. 300 рублей за покупку от 3000. В общем, отличная возможность закупиться, пополнить свои запасы, так как сделала это я. Ну, а мы приступим к наращиванию. Наращивать буду сегодня на гелевые типсы. Мне очень было интересно попробовать, как же это наращивать на левой руке. С формами все понятно. Если честно, левая рука у меня вообще, можно сказать, практически нерабочая. И на правой руке мне вообще что-то сложно сделать для себя. Когда я открывала кутикулу палочкой, то есть открывала карман, скажу сразу, мне было неприятно. Неприятно, потому что кожа отвыкла. Так как я достаточно редко делаю себе маникюр. И вообще все это получилось как раз-таки от удара ногтевой пластиной. На самом деле все банально просто. Прищемило палец дверью от машины. У меня образовалась огромная гематома. Если я найду фотографии, обязательно вставлю сюда их. Так, потом в дальнейшем у меня запеклась кровь. На следующий день у меня было 5 клиентов. И хорошо, что одна из подписчиков в инстаграме посоветовала мне сделать маленькую дырочку. И выпустить оттуда скопившуюся кровь. Я хотя бы смогла работать. В общем-то сейчас этот ноготь покрывать нельзя. Но сейчас я сделала маникюр. И мне кажется, он даже не будет сходить. В общем, делаем ставки. Будет у меня сходить ноготь или нет, как вы думаете. Ну и вот вам такой лайфхак. Если вдруг у вас получился такой синячок, как у меня, нужно сделать дырочку. Вся кровь выйдет и у вас пропадут вообще болевые ощущения. Я об этом не знала. Мне это помогло, поэтому я делюсь с вами. Нанесла ремовер для кутикулы. Если честно, не очень люблю работать с ремовером. На клиентах его никогда на руках не использую. А вот на себе, на правой руке, для того, чтобы дочистить остаточки птеригии, в принципе, более-менее приемлемо. Результат, я так скажу, нормальный. Потому что я знаю, что я могу сделать лучше. Но на своей правой руке сделать вообще что-либо нормально тяжело. И напишите, пожалуйста, если вы меня поддерживаете. Если вы меня понимаете. Потому что левая рука, это левая рука. А правая, ну вот такая вот она у нас. Левой рукой мне, к сожалению, тяжело что-то делать. И так, типсы заказала. Кстати, очень-очень бюджетные. Советую к ним присмотреться. Здесь есть матовая сторона, которая, в принципе, должна крепиться у нас к ногтевому ложе. То есть мы, по идее, не должны опиливать эти типсы. Попробуем. Я сразу скажу, что я ничего не запиливала, ничего не бафила внутри фрезой. Это, естественно, добавляет скорости к такому наращиванию. Мне будет просто интересно, как это все продержится. Дальше я начала подбирать типсики по размеру. И что я заметила, именно у этой торговой марки, у нее типсы более арочные. То есть, если в предыдущий раз, когда я наращивала это видео, также есть на моем YouTube-канале, были достаточно плоские типсы, то здесь они уже более арочные. Поэтому, если вдруг вы также пользовались гелевыми типсами и вам показалось, что они слишком прямые, присмотритесь к этой фирме. В принципе, все то же самое. Мягкое основание, которое отлично прилегает к ногтевой пластине. И более твердый торец. Выбрала для себя подходящие формы. Напомню, что обязательно смотрите, чтобы ваши типсы закрывали точки в рост. Это очень важно. Иначе у вас просто будет пустота. И таких ошибок, естественно, лучше не совершать. Сегодня получше покажу, поподробнее, как я их крепила, покажу, какую ошибку также совершила, почему у меня не получилось в первый раз. Если вдруг у вас получается так, что один размер вам мал, а следующий уже велик, пожалуйста, гелевые типсы очень легко подпиливаются, очень все это быстро делается. И я даже засекла, за сколько я нарастила эти ногти. Я думаю, что вы будете приятно удивлены. База Уна Стронг, средней консистенции, такой средней, ближе к густой. И она не течет, но в то же время не такая густая, например, как гель. Поэтому подложку я делаю тоже ей. У нее отличная адгезия, отличная сцепка. И если ее распределять вот такой вот кисточкой плоской, то она очень хорошо себя ведет. Итак, первый ноготок у меня был указательный. Я начала прижимать и поняла, что я просто не включила лампу заранее. Это первое. И что типчик у меня отходит, потому что он более арочный, чем мой ноготь. В принципе, можно было бы приловчиться, но у меня уже все затекло под кутикулу. Поэтому я убрала, все стерла и перешла к следующему ногтю. Я так делаю, кстати, с френчем. Если у меня вдруг что-то не получается, перехожу к следующему ноготку. Здесь я уже заранее приловчилась, придавила и аккуратно убрала дно и просушила в лампе часть. Только можно также использовать фонарик. И посмотрите, как хорошо они крепятся. Самое главное зафиксировать, просушить и поставить капельку на типсу. В этот раз я даже не промазывала свой ноготок. Как я говорю, первый блин всегда комом. Тот типс, который я крепила самым первым, это на среднем ноготочке. У меня там были затеки. Поэтому хорошо, что я не срезала кутикулу заранее. Я совсем забыла вам об этом сказать. Кутикулу я не срезала. Кутикулу будем срезать уже после всех вот этих вот работ грязных с пылью и, естественно, с пилкой. Убираю длину фрезой. Работала я где-то на 20 тысячах оборотах. Вообще, когда делаю себе маникюр или снятие, никогда не ставлю большие обороты. Маникюр я делала себе вообще оборотах где-то на 8 тысячах всего лишь. И здесь также сейчас у меня маленькие обороты. Вы даже можете увидеть, как крутится фреза, учитывая, что видео все-таки ускорено. Единственный ноготь, который мне не нравится у себя, это безымянный. Этот ноготь у меня идет как трапеция. То есть он у меня очень узкий у кутикулы и к торцу расширяется. И тут, чтобы я не делала наращивание или мои натуральные ногти, он все равно смотрится как лопата и идет на расширение. Поэтому я с этим смирилась. Но все-таки вы можете написать об этом в комментариях еще раз. Я еще раз послушаю. Аккуратно все обезжирило. И теперь еще один важный момент. Мы опять наносим тонкий слой базы. Почему? Мы с вами пока пилили, мы все с ногтевой пластины уже спилили. Если мы сейчас начнем что-то делать, чем-то покрывать, возможно сцепки у нас не будет. Работаю сегодня гель-лаком Monomi Lummi номер 07. Классный цвет. Это витражный гель-лак. Еще он светится в темноте. Но мне нужна была именно его витражность. Потому что все витражные гель-лаки очень легко растянуть правильно. Новые хлопушки. Нереально красивые. Когда я заказывала, было в наличии всего лишь два оттенка эйфории. Первый и пятый. Я выбрала пятый цвет. Зеленый. Но так как у меня уже есть типсы, то есть уже есть толщина на ноготочке, поэтому я выложила их на салфетку. Мне из них нужны только блестки. Вы сейчас скажете, вот можно было бы взять и сухие блестки. Но нет. Если правду говорить, то все сухие блестки почему-то не блестят так, как блестки в геле. Не знаю, может быть я одна это заметила. Напишите тоже в комментариях. Первый раз работала с комби-гелем от Patrice NL. Честно скажу, приятно удивлена. Потому что комби-гель распределялся очень быстро. И учитывая, что я работала на своей правой руке, своей левой рукой, я все-таки вам еще раз это напомню. Потому что смотря видео и озвучивая его, я поражалась. Как же так? Я владела кистью. Раньше у меня ничего не получалось. С комби-гель выравнивался хорошо. Опять-таки же тоже посмотрим на его носкость. Мне понравилась пигментация. Она и не очень яркая, но и не прозрачная. То есть видите, где нужно, там комби-гель лег прозрачно, а где не нужно, там он лег плотно по центру. То есть там, где у нас была толщина. Перекрыла все топом. И вот что у нас получилось. Четыре ноготочка. Пятый буду отращивать. К сожалению, мне придется ходить с таким ногтем все лето. Но честно, мне уже просто надоело смотреть на эту страшную руку. Что-то показывать, что-то снимать. Я везде ее прячу. Откровенно говоря, было стыдно. Скажите, пожалуйста, чувствуете ли вы себя неуютно с плохим маникюром? Или может быть я одна такая? В общем, буду ждать ваши ответы в комментариях. Я думаю, что для наращивания на правой руке самой себе получилось очень даже неплохо. Если, конечно, убрать безымянный ноготь. Но об этом уже потом. Буду ждать ваши комментарии. Обязательно не забывайте ставить лайки. Всю информацию про скидки, про промокоды я оставлю в описании под видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали. И поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные видео. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!